Биткоин 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 В этот конкретный день Произошел исторический пик 2017 года Горизонтальная линия от старого исторического пика Пересекает среднюю скользящую 1458 дней Как раз тогда, когда случается Новый исторический пик Это просто безумие, но это также сработало И на предыдущем 4-летнем цикле Теперь остается вопрос Что будет происходить дальше Чтобы это понять, нужно наложить На цену биткоина график Множителя золотого сечения 350-дневный средний скользящий А также последовательности Фибоначчи Кстати, ссылка на этот индикатор Будет в описании под видео На самом деле, это просто невообразимо Потому что на 8-й линии последовательности Мы достигли исторического пика В этом цикле Затем на 5-й линии мы достигли исторического пика Вот здесь И для следующего цикла Третья линия станет той самой На которой биткоин встретит новый исторический пик Линия номер 3 Значит, что это средняя скользящая 365 дней Умноженная на 3 Этот новый исторический пик Уже виднеется прямо там Однако, если сейчас цена Начнет резко и быстро расти То этот пик встретится С третьей линией последовательности Всего лишь на отметке Ниже 20 тысяч долларов Поэтому мы хотим Чтобы цена биткоина Еще консолидировалась Запомните Чем больше будет консолидации Чем дольше они будут происходить Особенно во время предстоящего Бычьего забега Тем выше эта третья линия Должна будет вырасти Исходя из ее математики Если цена вырастет резко То новый пик будет невысоким Как раз сейчас Вот здесь мы наблюдаем консолидацию Это очень здоровый признак От слова здоровья Я думаю, цена будет отталкиваться От этой тонкой оранжевой линии Вот здесь Если смотреть на трехдневном графике То мы видим, что биткоин Также отталкивается И от 50-дневной скользящей линии Которая бирюзового цвета Поэтому, скорее всего Биткоин будет от нее Отталкиваться и впредь А значит, в будущем Будет происходить Консолидационное движение Около этой линии А значит, цель в 425 тысяч долларов Очень вероятна Но чтобы это случилось Сейчас нам нужно больше коррекций Чтобы третья линия последовательности Поднялась как можно выше Потому что сейчас Она находится даже чуть ниже 20 тысяч долларов А как мы помним Следующий исторический пик Должен находиться на пересечении цены Третьей линии Последовательности Фибоначчи А теперь то самое видео Которое просто открывает глаза Видео выступления Которое банкиры не хотят слушать А вы слушайте внимательно Что ж, мистер президент Боюсь, мне снова предстоит Повторять старую пластинку Что я и делаю уже не первый год Но суть в том, что, как я думаю Вы не понимаете банковскую концепцию Все банки разваливаются Сантендер, Дойче Банк Королевский банк Шотландии Все они разваливаются Почему же это происходит? Это не мистические силы И не природный катаклизм Типа цунами Они разваливаются Потому что мы имеем то, что называется Частичное банковское резервирование А значит банки могут давать в долг деньги Которые они в действительности не имеют Это уголовный скандал Который происходит уже слишком долго В придачу мы имеем и моральные риски Из политической сферы Причем очень значительные Большинство проблем начинается в политике И центральных банках Которые являются частью Этой политической системы У нас есть контрафакция Ту, что вы иногда называете Количественным смягчением Но в то же время скрываете это Под другими именами Это искусственное печатание денег За которое вы посадите Любого обычного человека На очень длительный срок Тем не менее правительство И центральные банки Совершают это преступление постоянно Центральные банки Снижают размер процентных ставок А значит мы не видим Реальной ценности денег И они еще смеют обвинять Реальные розничные банки В манипуляциях ставками Либор Степень нахальства просто поражает Это центральные банки Центральные банки Комиссары манипулируют Процентными ставками И вишенкой этого кулинарного изделия Становится отсутствие Нормальных депозитных гарантий Поэтому когда банки разваливаются Из-за собственной некомпетентности И хитрости Налогоплательщик по сути Оплачивает это Это узаконенное Грабительство налогоплательщика И пока мы не отправим всех этих банкиров Центральных банкиров И политиков в тюрьму Это будет продолжаться Судя по всему ребята Те кто сидели в аудитории Совершенно не хотели слышать эти слова Поймите Этот человек работает в европейском парламенте И он говорит Что нужно посадить всех банкиров Центральных банков Это же круто Ведь мы приближаемся к тому моменту Когда люди поймут наконец Насколько биткоин хорош Они наконец поймут Что биткоин может нас спасти Спасти нас от рабства В которых нас держат центральные банки И продолжается это рабство Уже слишком долго Очень радует Что происходят такие вещи Что представитель европарламента Пытается открыть глаза Гражданам Евросоюза На этом у меня все Меня зовут богатейший Ди Подписывайтесь на канал Телеграм Делитесь видео с друзьями Комментируйте Обязательно Богатейте До скорого Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok